Новости в эфире. Здравствуйте. Я Артемий Заварзин и мои коллеги готовы рассказать о самых интересных событиях сегодняшнего дня. Условный теракт пресечен на жидовокзале в Архангельске. Там прошли масштабные учения. В тренировке участвовало почти 400 человек. Согласно легенде, группа террористов захватила вагон поезда Архангельск-Москва вместе с пассажирами. Преступники угрожали расстрелом заложников. Силовики сначала блокировали жидовокзал, провели переговоры с террористами, затем нейтрализовали их. Пострадавших по сценарию учений не было. В ходе учений отработан комплекс первоочередных мер по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий. Личный состав, задействуемый в данном учении подразделения, показал слаженность действий. Все действия отрабатывались в режиме реального времени. Оперативный штаб Архангельской области оценил учение на «отлично». К другим темам. Реализация национального проекта «Экология» стала одним из вопросов основной повестки постоянного совещания в Коряжме. Основным докладчиком по одной из самых острых тем для Архангельской области выступил заместитель председателя регионального собрания депутатов Александр Дятлов. Елена Кермич выслушала мнение. Улучшение экологической обстановки – один из 12 национальных проектов, прописанных в майском указе президента. К его реализации Архангельская область уже приступила. В нашем регионе разработана территориальная схема обращения с отходами. Определен региональный оператор. Впереди большие проекты, которые будут повышать уровень экологии в регионе, будут создаваться новые мощности при переработке, будут рекультироваться существующие так называемые свалки, которые не являются фактически сегодня полигонами. Сегодня основная доля твердых коммунальных отходов поступает на свалки, санитарно-техническое состояние которых не удовлетворяет современным требованиям. В результате их территории растут как на дрожжах, нанося существенный ущерб окружающей среде. На предотвращение пагубного воздействия и направлен новый проект по созданию эффективной системы обращения с отходами. Для его реализации в регионе создана специальная рабочая группа. Чтобы придать публичность этому процессу, совершенно недавно в областном собрании по инициативе нашего комитета прошли парламентские слушания, куда мы пригласили как представителей правительства Архангельской области для выступления, так и представителей московского инвестора, который рассказывал о предполагаемом проекте на станции ШИИС, который сегодня вызывает бурную дискуссию в нашем обществе. Напомним, переход региона на новую систему обращения с отходами будет реализован компанией «Экоцентр», а инвестором проекта «Экотехнопарк ШИИС» является правительство города Москвы. Эти два проекта не связаны напрямую друг с другом, но носят одну цель – формирование в регионе высокотехнологичной, совершенной и безопасной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основную массу отходов мы вовлекаем во вторичную переработку. В основном у нас образуются кородревесные отходы, которые мы сжигаем на коревых котлах, тем самым получая пар и электроэнергию. Еще одна глобальная задача новой системы по обращению с ТКО – ликвидация несанкционированных свалок. Их в Архангельской области свыше 300. Чтобы убрать их, требуется миллиард рублей. Бороться с ними планируется и в рамках проекта «Очистим русский север от мусора» за деньги внешних инвесторов. Повсеместное внедрение новой схемы по обращению с отходами должно произойти в июле 2019 года. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29. Дело убийцы двух водителей такси направлено в суд. По делу Александра Бийзака утверждено обвинительное заключение. Следствием установлено, что обвиняемый минувшей зимой убил двух водителей такси. У одного из них Бийзак похитил деньги и телефон. Уголовное дело заведено по двум статьям. Разбой и убийство двух лиц Александры Бийзак ждет судебного заседания. Интенсивное жилищное строительство влечет за собой и необходимость развития сопутствующей инфраструктуры. С этим вопросом регулярно сталкиваются городские власти. Особенно, когда речь идет об округе Майская горка. Сегодня там побывал Игорь Годзиш, глава Архангельска. Вновь проинспектировал ход строительства двух важных социальных объектов. Выводы в материале Алексея Карельского. Майская горка – парадоксальный округ. Динамично развивается, обрастает многоэтажками, но при этом отстает от соседей в социальной сфере. Не хватает, например, дошкольных учреждений. Садик необходим, потому что очень много новостроек, жителей прибавляется, много молодых семей покупают квартиры. Кроме того, на Майскую горку накатывают все большие волны переселенцев. Для них здесь возводят дома по программе расселения ветхого жилья. Этот фактор отмечает и глава Архангельска Игорь Годзиш. Сегодня он проинспектировал стройки, которые помогут не допустить социального напряжения в округе. На улице Карпогорской возводится детский сад на 280 мест. Сваи забиты, на подходе ростверки и укладка кирпича. Подрядчик уверяет, что работы ведутся по графику. Помешать может разве что форс-мажор. Сегодня в его роли едва не выступил снежный шторм. Бетонные работы, которые требуют прогрева бетона. Это работы, связанные с коммуникациями, это работы, связанные с водоподведением. Все, что связано с погодой, каким-то образом будет влиять и на нашу работу. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Мы все построим вовремя. Вовремя – это к ноябрю 2019 года. Такой же дедлайн у еще одного детского сада на Стрелковой, 22. В перспективе это еще 280 мест. Здесь подрядчик продвинулся чуть дальше, уже кладет кирпич. Впрочем, обе стройки не без проблем. Отставание от трех до шести недель по проектам. И задача сейчас подрядчика – наверстать. Это отставание по максимуму, обеспечить освоение средств и выполнить те объемы, которые были запланированы на 2018 год. Строители обещают наверстывать упущенное, денно и ночное. С ростерками закончим. Скорее всего, придется вторую смену добавлять, чтобы выполнить те обязательства, которые мы на себя взяли. Стоимость каждого объекта по муниципальному контракту под 200 миллионов рублей. Оба будут подразделениями уже существующих детских садов – «Веснушка» и «Сиверка». А значит, не придется раздувать административные штаты учреждений, да и финансирование будет максимально эффективным. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29. Совсем скоро все мы будем подводить итоги уходящего года. Проанализируют работу и банковские работники. Уже очевидно, что для них 2018-й стал годом ипотечных рекордов. Тот же Сбербанк за 10 месяцев выдал северянам жилищных кредитов более чем на 12 миллиардов рублей. Столько же, сколько за весь 2017 год. О причинах повышенного спроса журналистам на брифинге рассказали представители банка. По их словам, ажиотаж вокруг ипотеки вызван ставками, рекордно низкими за последние годы. Немалую роль играет и повышение качества обслуживания. В этом году банк открыл шестой в области центр ипотечного кредитования. Для удобства клиентов развивает интернет-площадку «Домклик». Она позволяет выбрать квартиру и провести практически все процедуры по ипотеке, не вставая с дивана. Сегодня на базе портала тысячи объектов по всей стране. 25% сделок, которые произошли в октябре и ноябре, использовали сервис «Домклик». Это и сама подача заявки, все сопутствующие сервисы, связанные с оценкой объекта недвижимости, с передачей прав собственности. Можно провести правовую экспертизу по объекту, узнать его историю, отправить документы на рассмотрение в банк. И, в общем-то, записаться на сделку, на компонент журобанка, прийти всего лишь один раз. Сделка проводится с использованием сервиса электронной регистрации и безопасными расчетами. С площадкой «Домклик» работают все крупные застройщики поморья и ведущие агентства недвижимости. Их число постоянно растет. Кстати, в следующем году в рост могут пойти и ставки по ипотеке. Поэтому эксперты рекомендуют не затягивать с решением квартирного вопроса. Далее немного потребительской информации. И после расскажем, куда отправили служить 190 поморских призывников. Приглашаем на выставку-продажу качественной женской верхней одежды по выгодной цене. С 22 ноября в торговом центре «Корона» Воскресенская, 14. Вас ждет большой ассортимент куртки, пальто, дубленки любого размера от 42 до 68. Качественный материал – синтепон, тинсулейт, холофайбер и верблюжья шерсть. А также на выставке вы можете найти для себя зимнюю женскую обувь. Сапоги, полусапоги, ботинки, дутики размерами от 36 до 43. Успевайте! В чайно-кофейной лавке «Самовар» традиционная распродажа. Три дня с 23 по 25 ноября скидка 33% на вкуснейший чай и кофе. Успевайте! Меховая выставка «Зимняя сказка». Огромный выбор шуб. Норка от 12 тысяч рублей. Архангельск с 13 по 25 ноября. ТЦ «Корона». Гармония высотой в 16 этажей. На пересечении улиц Гайдара и Нагорной в Архангельске продолжается возведение современного жилого комплекса. Половина квартир в доме, строительство которого началось менее года назад, уже продано. Сегодня мы завершаем монтаж 10 этажа. Все работы идут по графику. И если не вмешаются погодные условия, то до нового года мы закончим 12 этажей. Сегодня застройщик дал официальный старт продажам и второй очереди жилого комплекса. Работы на котловании ведутся быстрыми темпами. Ценовая политика опять идет навстречу покупателю. Как обычно, на начале строительства мы предлагаем нашим покупателям низкие цены. Можно приобрести квартиру по цене от 52 тысяч рублей за квадратный метр. Эта цена у нас будет действительно до нового года. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 462002 или в офисе компании по адресу площадь Ленина 4. Мы продолжаем новостной выпуск. Спасибо, что делаете это с нами. 190 призывников из Архангельской области отправились сегодня служить на новую землю. Большинство военнослужащих осеннего призыва будут служить на севере. Это воинские части и подразделения Северного флота. Кроме того, призывники отправятся в военно-космические силы, сухопутные войска и нацгвардию. Свыше тысячи человек мы должны отправить. На сегодня уже 85% призвано. А призыв заканчивается, вы знаете сами, 30 декабря. Поэтому впереди еще есть время. Все команды комплектуются и установленные сроки отправляются. То есть с РИО и таких существенных проблем нет. С отношением к службе у призывников все в порядке. У клонистов в Архангельской области всего несколько человек. Это не работа, а судьба. Так о своей профессии может сказать далеко не каждый человек. Но сотрудникам Лиминского ДК, он находится в одном из микрорайонов Котласа, в этом плане повезло. Накануне их второй дом, так они называют свое любимое учреждение культуры, отметил 55-летний юбилей. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Лиминский ДК – это сердце культурной жизни микрорайона Речников. Здесь разработана кружковая деятельность, здесь проходят все официальные совещания, встречи и праздничные мероприятия. Здесь в Лиминде как свет, лучик света у нас получается. Вот здесь всегда на позитиве, всегда несет добро, радость, удовольствие. Лиминда – это микрорайон Речников. С судоходством здесь связана, пожалуй, каждая семья. Поселковый ДК появился на свет также благодаря работникам водной стихии. В далеком 1923 году в Лиминде начали строить клуб. Но так был он востребован и не вмещал в себя всех желающих. Было принято решение судостроительно-судоремонтным заводом строить дом культуры. В конце 90-х судостроительная компания отдала ДК городу, но на творческий потенциал это не повлияло. Тогда и сейчас в Лиминском доме культуры работают различные спортивные секции, вокальные, хореографические студии, кружки. Всего более двух десятков клубных формирований. Особым почетом у зрителей пользовались академический хор и духовой оркестр. И в юности ходили, и сейчас ходим, потому что тут очень хорошая аура в этом ДК. Очень нам нравится здесь бывать и отдыхать. Просто душой мы отдыхаем. Сегодня Лиминский дом культуры – это составная часть муниципального культурно-досугового центра Котласа. Объединение четырех поселковых учреждений в одно большое целое произошло год назад. Это привело к тому, что стало больше взаимопомощи в костюмах, в декорациях, в культурных программах. Больше мы стали... Пошел взаимообмен между учреждениями культуры. То есть это только на плюс, конечно же, Лиминскому дому культуры. Затворческий подход к делу. Несекаемый поток энергии и упорство в достижении поставленных целей. Лиминский дом культуры получил почетное звание «Гордость Котласа». Елена Кермич, Олег Сивачек, Регион 29, Котлас. 6 декабря в регионе стартует международный фестиваль «Арктик Оупен». Сегодня на пресс-конференции журналистам рассказали о программе кинофорума. Всего заявлено 52 фильма. Зрителей ждут бесплатные кинопоказы, а также творческие встречи с известными режиссерами. В программе кинофестиваля действительно широко будут представлены фильмы об арктических экспедициях, о знаменитых исследователях высоких широт, об удивительной природе и людях Арктики. И, конечно, все эти работы непременно нужно посмотреть. Помимо фильмов, зрителей ждут деловая и образовательная программы. Сюрпризом от организаторов станет участие в фестивале актрисы театра и кино Виктории Толстогановой. Сюрпризы подготовили и для участников. Приз за победу специальной номинации за «Честный взгляд» – поездка в Арктику. Арктик иногда пристает такой территории, которая солнечная, где бегают замечательные плюшевые белые медведи. Дело в том, что, когда мы туда приезжаем, мы не всегда встречаем Арктику такой, вот, какой она рисовывается. Поэтому мы решили учредить такой специальный приз. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Да, да. Если я сейчас позвольню... Работать на телевидении легко или трудно? Кому это под силу? В городе профессии Нордвиль прошел мастер-класс, организованный телеканалом «Регион-29». Некоторые мнения детей оказались весьма интересными и, прямо скажем, удивили. Какие именно, расскажет Владлена Романова. Что такое телевидение? Кто такой продюсер, корреспондент, оператор, редактор, монтажер и телеведущий? Мастер-класс от телеканала «Регион-29» в городе профессии Нордвиль даром не прошел ни для детей, ни для нашего оператора Евгения Зыкова. Он узнал, что его профессия, оказывается, самая легкая на телевидении. Какая самая легкая из них из всех? Никакая. Первая. Ну, какая-то должна быть. Да. Ты что, посмотри, как он устал уже. А ведь оператор – единственный человек на телевидении, у которого на плечах 10 килограммов. Таков вес камеры и штатива вместе взятых. Удивительным для детей стало и то, что у съемочной группы ненормированный рабочий день. Телеведущий, он может прийти на работу очень-очень рано, а уйти очень-очень поздно сня. И дома иногда он появляется только ночью. При этом к телеведущему предъявляется много требований. После этой информации желающих работать на телевидении заметно поубавилось. Маша, расскажи, ты хочешь работать на телевидении? Нет. Почему нет? Потому что я ночью спать хочу. Ну да, довольно сложно быть. И он должен быть, дикция хорошая у него должна быть, кругозор хороший должен быть. Костю Смирнова препятствия на пути к профессии не останавливают. Совсем еще молодой человек мечтает стать телеведущим. Там надо работать, трудиться и много залабатывать можно. Время еще есть как для тренировок, так и для того, чтобы определиться со своим призванием. В городе профессии Нордвиль для этого все возможности. 26 мастерских, более 40 профессий. Организаторы признаются, несмотря на огромный выбор площадок, мастерская региона 29 пользуется особой популярностью у малышей и их родителей. Эта мастерская взаимодействует, пока что взаимодействует только с редакцией журнала «Плюс». Они собирают материал, приносят в регион и уже вещают. Трансляция ведется именно по городу профессии, то есть родители могут послушать и даже посмотреть на своих детей. Посмотреть на маленьких телевизионщиков, возможно, в будущем сможет и весь торговый центр, где располагается Нордвиль. Но для этого детям нужна серьезная подготовка и не только. Чтобы работать на телевидении, нужно его очень любить сильно, иначе ничего не получится вообще. Владлена Романова, Анна Рязанова, Евгений Языков, Регион 29. Такие новости. Я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Продолжение следует...